Сегодня мы разговариваем с лучшим аббардиром команды Степаном Старковым. Степан, ты готов? Разумеется. Вот сейчас очень много переходов, много говорят о том, что тренеры там, Северсталь распадается, Разин переходит. Вот тебе, человеку, который в этом году, можно сказать, нашел свою тройку, хотя у вас и в прошлом году с Кириллом была классная тройка, с Иваном Володиным, но в этом году еще сложилось с Владом Карой. Вот об этом вчера Влад сказал, хотелось бы сыграть опять втроем. Как твое мнение? Конечно, нам всем бы хотелось. Если честно, хотелось бы нам всю карьеру только играть в тройке. Там, что касается карьеры лично каждого игрока, неизвестно, как судьба повернется. Но у вас тройка, договоренность какая-то была между собой, что вы хотите именно остаться? Ну, у нас был разговор, что мы хотим. У тебя был классный сезон, ты кайфовал на льду? Да, если честно, я в этом сезоне огромное удовольствие получил непосредственно от игры и, конечно, именно от нашего коллектива, от нашей команды просто нет слов. У меня не такой большой опыт, как у ребят, у Кирилла и так далее, но у меня такого еще не было коллектива. Команда дружная была, это чувствовалось. И на льду, и за пределами. Да. Вот как это выражалось? В чем? Вот вы друг другу помогали и вне льда, общались? Это просто взаимоуважение, в первую очередь. То есть не было косых взглядов в раздевалке, не было... То есть между каждым игроком команды нормальные отношения. Понятное дело, что не 30 лучших друзей там у нас. Но что касается вот нашей семьи, нашего коллектива, никаких конфликтов не было. И это, разумеется, переносится на игру. То есть кто-то ошибается, никакого негатива не следует из этого. То есть поддерживали друг друга на протяжении всего сезона. Когда удалось почувствовать, понять, что вот такой коллектив сложился? В самом первого дня или чуть попозже? С первого дня, пожалуй, уже было понимание, что все будет хорошо, если честно. Ну, лично у меня. Это было связано с переездом в Балашиху? Это было просто связано с началом тренировочного процесса и с тем, что я увидел в раздевалке сразу. Когда мы поехали в Минск на сборы, уже я понял, что, ну, ничего себе, как может быть. То есть самый классный сезон у тебя был? Пока да. Вот вообще борьба за лидерство среди бомбардиров команды, вот она чувствовалась? Или это все-таки отходило на второй план? Нет, конечно, это отходило на второй план. Каждый из ребят, кто боролся за лидерство, у нас таких много. Ну, то есть если ты борешься за лидерство, то ты делаешь вклад в общий успех 100%. В этом плане, как бы, очень хорошая конкуренция получилась. Не было такого, опять же, косых взглядов и разговоров о том, что вот, у тебя больше, у тебя меньше. Ты не отдал пас, да? Конечно, нет, такого, ну, просто не может быть. Вот эта пятерка у вас, она так лидировала, менялись друг с другом. И в итоге ты и Уилсон пришли с одинаковым результатом. Вообще-то уникальный случай. Ну, почему уникальный? Просто набрали одинаковое количество очков. Ну, ты ощущаешь себя лучшим бордером команды? Такое у тебя было ха по итогам сезона? Или немножко смазанная была концовка из-за серии? Концовка смазанная, и я, как бы, ну, на свой счет немножко плей-офф, на мой взгляд, не очень хорошо провел. Не дали? Разумеется, получается, что не дали, но я должен был, должен был смочь. То, что рассказывание было в двух матчах последних, это тоже сыграло роль? Ну, конечно. Опять же, я получил удовольствие и от игры с Виталией Поповым, и с Володей Галузиным. Но мы играли, ну, почти весь сезон тройкой, и когда ты выходишь на лед, нам уже не надо было даже думать о своих действиях. То есть все уже по наитию было. Какие у тебя планы на лето и немножко о семье? В первую очередь хорошо отдохнуть, потому что сезон у меня первый такой, когда я провел 65-70 игр, получается. Надо хорошенько отдохнуть, но недолго. Начинать готовиться уже к следующему, потому что, скажем так, некую индивидуальную планку поднял. Ну, в результативном плане нужно ей следовать, нужно повышать еще. Игорь Лорионов предложил начинать в конце сентября чемпионат, проводить до мая. Как ты к этому относишься? Ну, честно, я не в руководстве лиги. Я не знаю, как лучше, я не знаю, как это будет выглядеть в организационном плане. Но для меня чем больше игр, тем лучше. Это здорово, это круто. Когда играешь, больше играешь, чем тренируешься, это всегда супер. Даже в этом сезоне увеличили количество игр, и мне лично очень это понравилось. Хотелось бы играть и в марте, и в апреле, чего я тебе и желаю в следующем году. Спасибо большое.